Есть такие песенки, которые если бы я вынужден был улетать куда-нибудь на Марс, и мне предложено взять, видимо, предметов с собой, предметов и каких-то явлений, чего-нибудь, в чем бы я был сильно ограничен. Конечно, среди вот этого ограниченного списка вещей, которые я с собой взял, были бы стихи новеллы Матвеева и вот эта вот песенка, написанная в 61-м году, «Дома без крыш», Ей-27. Но мне бы хотелось эту песню предварить цитатой из дневника Цветаевой. Цветаева в 16-м году написала стихотворение «В огромном городе моем ночи». Вообще она в это время написала такой большой цикл под названием «Бессонница», и вот одно из стихотворений этого цикла, это «В огромном городе моем ночи». 16-й год, июль лета 16-го года, и она в это же время записывает в своем дневнике, что вся моя жизнь – это роман с собственной душой, с городом, где живу, с деревом на краю дороги, с воздухом. А вот 61-й год. Новым Николаем Матвеевым. Летняя ночь была тёплая, как зола, Так незаметным шагом до окраина я дошла. Эти окраины были направлены Вышками вырезными, Кружевными кранами, Облики облаков, Отблески облаков Плавали сквозь каркасы Недостроенных домов. Эти дома без крыш В белой ночной долине, В пустошь меня зазвали, В грязь в длину завели. На пустыре ночном Светлый железный лон, Медленно остывая, Обдавал дневным теплом. А эти дома без крыш В душной ночной долине, Что-то такое знали, Что ему ведь не могли. Из-за угла, как вот, Выглянул бледный двор, Там на ветру волшебном Танцевал влажный сон. А эти дома без крыш Словно куда-то шли, Шли, плыли, как будто были Не дома, а корабли. Встретилась мне в пути Между цементных волок Катка с какой-то краской Точно в теплом море чул. Палка-мешалка в ней Слов в чулне весло, От кораблей кирпичных Катку лодку отнесло. Было волшебно все, Даже бумажный ссор, Даже мешалку-палку Вспоминаю до сих пор. И эти дома без крыш Светлые без огня, Эту печаль и радость Эту ночь с улыбкой дня. В огромном городе моя ночь, Из дома сонного идёт Ночь, и люди думают, Жена, дочь, а я запомнила одно. Ночь, июльский ветер Мне ветёт, пусть, И где-то музыка в окне, Чуть, ах, нынче ветра дозвони, Дуть сквозь стенки тонкие груди, В грудь есть чёрный туполь, В окне свет, И звон на башне, И в руке свет, И шаг вот этот никому вслед, И тень вот эта по меня нет. Огни, как нити золотых бус, Ночного листика во рту, В курс, Освободите от дневных курс, Друзья, поймите, Что я вам снёс. В огромном городе моя ночь, Из дома сонного иду прочь, И люди думают, Жена, дочь, А я запомнил одну ночь. Аплодисменты Все-таки, наверное, рискну спеть. Довольно сложная песня. Вообще во всем этом цикле, В котором за три года, Что я его исполняю, Набралось 250 песен, Из которых, так сказать, В активном репертуаре у меня Было всего не больше десятка. Все остальное это я Выучиваю по ходу дела, Погружаясь, так сказать, в тему. И все они очень не впетые. Многие премьерные. Поэтому, причём, Есть очень сложные песни. Вот эта песня Клячкина, Она довольно сложная, Ритмически сложная. И сейчас я попытаюсь всё-таки Воспроизвести. Но если не получится, Мы её перечеркнём. Вы там её из своих записей удалите. Но я, тем не менее, попробую. Называется она Детский рисунок. Это год где-то... Это вот восьмидесятые годы. Да? Из той... Из программы. Тема нашей... На столе от лампочки круг, А за кругом в комнате мрак. В круге сразу видно, кто друг, Кто во мраке, ясно, что враг. Девочка рисует дома, Над домами вьются дымы. И ещё не знает сама, Кто чужие здесь, а кто мы. А вот опять возводится дом, А над домом тянется дым. Всё плохое будет потом, Всё хорошее создадим. А потом домом дымом варится суп, Чтобы каждый в доме был сыт. И тот конец захочется спать, Сам на полночь ставит часы. А за домом высится сад, Там деревьев несколько сот, Яблоки на ветках висят. Сами так и бросятся в рот, Что для жизни надо всё есть, Чего нету, значит, пустяк. Решено мы жить будем здесь, Решено мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, И заменим все, Заметим старых врагов. Мы в одном мире все любят всех, И до смерти здесь далеко, Здесь покой есть вечный закон, Незнакомо здесь слово вдруг, Жалко, что кончается он, Там же, где от лампочки круг, Там же, где от лампочки круг, Там же, где от лампочки круг. Мы видим со второго раза, Совсем без ошибок. Восьмидесятые годы, Это ещё и время проявившегося Большого интереса нашей публики К русской поэзии. Я не знаю, откуда это взялось. Вполне возможно, что Отчасти влияние таких мастеров Бардовского жанра, как Дулов, Конечно, безусловно, Пятый Петрович, Старчик, но вдруг действительно Такая вот возникла история, Такой интерес возник к русской поэзии, Классической поэзии Серебряного века. И вот Юрий Лорос по этому поводу В 1982 году написал песенку. Как сквозь стены голос ваш проник, Русские опальные поэты, Книги, оставлявшие посмертно, И не оставившие книг, Как проникновенные слова Заперли в жандармском протоколе, А они вдруг время прокололы, Как мышь не горькая трава. Или изменился этот мир, Все, что раньше было под запретом, Ныне перестало быть предметом Прежних думы, легий и садилов. Или после тятостных веков Век настал, когда поэтов любят? Неужели нынешние люди Жизнь не представляют без стихов? Если б жить вам выпало сейчас, Чем бы обернулось вам опало Этот первый камень пьедестала Возвели бы вновь посмертно вас. Круг свободомыслящих детей К миру остальному непричастных, Вечно порождавших зависть власти, Не владевшей душами людей. Хоровая будет песня. Довольно большая песенка, долгая песенка. Я уже сегодня упоминал агент-бригаду ФИСФАКа МГУ. Кто в ней особо отличался? Сергей Крылов, он был, по-моему, Даже в одно время руководителем этой агент-бригады. Валерий Канер, автор песни Все кончается, кончается. И ряда других песен. Валерий Миляев, Вот идет по свету человек, чудак. Сергей Никитин, известный. Сергей Смирнов, тоже известный автор песен. Я его сегодня пел. Дмитрий Гольцов и Геннадий Иванов. Он был знаменит тем, что, во-первых, Он считается автором этого гимна, Который я сейчас пою. Гимн агент-бригады. А кроме того, тем, что, ну, Он вообще был поэтом, Замечательным сочинителем И сценаристом всех праздников ФИСФАКовских, в том числе И оперы знаменитой, В свое время знаменитой Оперы Архимед. И долгое время он был главным Исполнителем этой роли, Роли Архимеда. Значит, как эта песня возникла, я не знаю. Но то, что она возникла не на пустом месте, Свидетельствует несколько ее ранних записей. Ну, например, И явно версий не агит-бригадовского содержания. Например, такие слова есть, Такие слова поет Зоя Федорова в кинофильме «Ночной патруль». «Загубили гады, загубили молодость, Цветущую мою золотые кудри посидели». Значит, в края пропасти стою. Это с 57-го года, это еще, значит, до ФИСФАКа. Потом у Высоцкого встречается такой текст. Приморили вохры, Приморили, загубили молодость мою, Вороные кудри посидели. Потом сам я лично помню запись Юрия Висбора, Где он долго рассказывает о двоюродном брате Юрия Трифонова, Неком Михаиле Демине. Михаил Демин – это творческий псевдоним. Это человек с очень интересной и сложной судьбой. Он оказался так связан с криминальными кругами, можно сказать, спасался в криминальной среде. И чуть ли не вором в законе стал. При этом он был человеком поэтической натуры. Он песни писал. Естественно, когда он в криминальных кругах вращался, То он сочинял, соответственно, для этих кругов нечто. Нечто им соответствующее, так сказать, по запросу. И говорят, что некоторые песни блатные были им написаны. Например, тебя с Биксою встретил там чего-то. Не буду сейчас точно, не хочу ошибаться. Вот в той истории, которую Юрьевич рассказывал на записи, Прежде чем исполнить песню, вот эту песню, Значит, там Михаил Демин подавался чуть ли не как автор этой самой песни. Что вполне возможно. Что вполне возможно. Дальше Юрьевич поет эту песню. Она явно такая урочная. Я все ее петь не буду, просто процитирую. Там всю Сибирь прошел в лаптях обутый, Слышал песни старых чабанов, Надвигались сумерки ночные, Ветер дул с Каспийских берегов. А ты пришла, как фея в сказке старой, И ушла, окутанная в дым. Я остался тосковать с гитарой, Потому что ты жила с другим. Ну явно такая, да? Приморили гады, приморили и так далее. Потом вдруг этот текст видоизмененный, Отчасти сохранивший некоторые куплеты Вот этого блатного варианта. Например, я люблю бездельников и пьяниц, Ну правда там развратников, За разгул душевного огня. Это значит из урочного варианта Гитбригадный перекочевало. Было написано несколько явно о гитбригадских, Судя по антуражу, По некоторым словечкам. Одна страфа точно, знаю, была написана Не Геннадием Ивановым, а Сергеем Крыловым. Не важно какая, но одна из них, да? И, в общем, такая получилась Агитбригадная песня Агитбригада физфака. К чему я это все уговорил? Песня задорная, конечно, подпевается хором, Но под ее знаком в 80-е годы, Когда мы с нашей веселой компанией «Кенгуру» Вращались вот в этих вот песенных кругах, Литературных там, в разных и прочих кругах, У нас обязательно каждое наше собрание Сопровождалось распеванием вот этой песни. Причем мы коротко пели, не весь физфаковский вариант, А два-три куплета. А потом звучала такая фраза На этом, да, там упоминается персонаж Геннадий Иванов, Звали меня Генка Иванов. На этом история о жизни Геннадия Иванова заканчивается, Но в народе слагаются все новые и новые куплеты. И с этого момента начиналась игра поэтическая. Значит, нужно было подобрать на ходу, Стофов в пятистопном хоре. А первые две страфы Пелись всегда Я сейчас их спою. А дальше, по мере того, как песня звучала, длилась, народ начинал припоминать. И периодически кто-то выкрикивал и поёт. Руку выкидывает и поёт. И доходило, я вам скажу, до часа, конечно, песнопение не доходило, но до получаса смело могло продлиться. Вот я сейчас вам предлагаю такую игру сыграть. Получится, не получится, не знаю. Давайте рискнём. Тряхнём стариной. Всю Сибирь прошу, лаптя хамуты, Слушал песни старых чебнов, В африке подрался я с Макутой, Звали меня Генка Иванов. Приморили, гады, приморили, Загубили молодость мою. Золотые кудри посидели, Знать у края пропасть не стою. Целену проехал на машине, Дал концертов полтора, Дал концертов полтора, Любовался шахтами Гузбасса. Приморили, гады, приморили, Загубили. Загубили молодость мою, Золотые зубы заржавели, Знать у края пропасть не стою. Я прошу весь Кольский полуостров, Там пришлось немало потрудиться, От меня бы остался только остров, Если б не обеда за границей. Приморили, гады, приморили, Загубили молодость мою, Золотые зубы заржавели, Знать у края пропасть не стою. На этом повесть о трудных похождениях Геннадий Иванова заканчивается, Но в народе слагают все новые и новые куплеты. Например, широка страна моя родная, Много в ней боли, лесов и редек, И я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек. Приморили, гады, приморили, Загубили молодость мою, Золотые зубы заржавели, Знать у края пропасть не стою. Выхожу один я на дорогу, Не жалею, не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблони. Геннадий Иванова заканчивается, Я не буду больше молодых. Прихватили, гады, прималили, Загубили молодость мою, Золотые зубы заржавели, Знать у края пропасть не стоит, Не созрел никто, нет. Процветали яблони и груши, Оплыли туманы над рекой, Выходила на бея капюша, На мысль выкинули, Крутую песню заморила. Прималили, гады, прималили, Загубили молодость мою, Золотые зубы заржавели, Знать у края пропасть не стоит, Ты жива еще, моя старушка, Живая, привет тебе, привет, Пусть тут мультина, твои зубы, Тот вечерний и сказавший смерт, А меня прималили, Гады, прималили, Загубили молодость мою, Золотые зубы заржавели, Знать у края пропасть не стоит, Ты жива еще, моя старушка, Живая, привет тебе, привет, привет тебе, Ещё раз давайте. Ей, профессор, они гадюки, они нам приподнуты все науки. Электроны, циклопозатроны, ну короче, кончились подводы. Приморили, гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые зубы заржавели, знать у края пропасть не стою. А вот это высокий стиль. Вон и день, когда над миром новым, Бог склонял лицо своё тогда. Солнце останавливает словом, словом, взрушение города. Приморили, гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые зубы заржавели, знать у края пропасть не стою. Ну, поразу держать. Так стоят, и песня в том порука, нерушимый дружною семнёк. Приморили, гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые зубы заржавели, знать у края пропасть не стою. Приморили, гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые зубы заржавели, знать у края пропасть не стою. В доме восемь на Тверском клубаре. Ясно была та же детворе, что из дождь восьмой партии парень. Самый симпатичный парень. Приморили, гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые зубы заржавели, знать у края пропасть не стою. Что-то сигарета гаснет. Что-то сигарета не то гаснет. А закончить можно. Снова меня в гости заманили, значит до утра я пропою. А начало любое, а рейтминг-минг закончится. Будто-то гады, приморили, загубили молодость мою. Снова меня в гости заманили, значит до утра я пропою. Приморили, гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые зубы заржавели, знать у края пропасть не стою. Золотые зубы заржавели, знать у края пропасть не стою. Восемьдесят четвертый год Можно сказать, программная песня о Владимире Бережкову Я поэтому так вот с большой опаской приступаю к ее исполнению Она сложная Прилетели грачи, но печальна земля И у церкви кричит в небо вся их семья Здесь размытая жизнь непроезжих полей Отслабевшая жизнь по очерневших ветвям И в затертом пальто Я стою на снегу Это лучшее, что я увидеть смогу Взгляд пристрастен и плод Век подходит к концу Пусть другим судит Бог Подобрать ей к лицу Играчей на полях А в обществу взрыв А такие, как я Не украл зять ее А такие, как я Не проклят ее дни Не оценим уж я Слава Богу одним Остается от нас Остается без слов Ослабевшей матерью Даже то ремесло Для которого жил И докучливый друг И не треплет мое Да берет на их слов По ночам забыть ее И наследство изъян Ждет в стекле на столе И такие, как я Не нужны на земле Прилетели грачи Но печальна земля И у церкви кричит В небо вся их семья Здесь разбытая жизнь Непроезжих полей Ослабевшая жизнь По очерневших ветвей И в задернутом пойду Я стою на снегу Это лучшее, что Я увидеть смогу Песня Высунского Редкая песня На чужую музыку С чужой музыкой С музыкой Слонимского Профессионального композитора Мало того, что профессионального композитора Еще и классика Классика И теоретика Музыкального Создателя детского Учебника Для музыкальных школ Но он еще при этом И фольклорист Который выезжал В фольклорные экспедиции По Ленинградской области Собирал песни народные Он еще сочинитель блатных песен Для разных кинофильмов В том числе и для кинофильма Республика Шкиту Кошки Четыре ноги Если помните Я всю жизнь по приютам скитался Это тоже Слонимский И для кинофильма Интервенции он написал Песню на стихи Высунского Я считаю, что это Тот случай, когда музыка Другого композитора Лучше, чем Музыка самого автора Деревянные костюмы Это песня красных подпольщиков Шестьдесят седьмой год Как все мои веселые Бывают и угрюмы Но если надо выбирать И выбор труден Мы выбираем Деревянные костюмы Люди Люди Нам будут долго Предлагать Не прогадать Ах, скажут, что вы Вы еще не жили Вам надо только Только начинать Ну а потом Предложат Иль 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 пляжи Иль пляжи Иль пляжи Иль пляжи Иль пляжи Херамут и вояржи Или просто Деревянные костюмы И будут Веселы Они Или Угрюмы И будут В роли Злых Шутов И добрых Судей Но нам Предложат Деревянные костюмы Люди Люди Нам даже Могут Предложить И закурить Ах, вспомнят, мы ведь Даже не курили Да вы еще Не начинали жить Ну а потом Предложат Или еле Дым папиросы Набивает что-то Одна затяжка веселее Думай Курить охота Как курить охота Но надо выбрать Деревянные костюмы И будут Вежливы И ласковы Настолько Предложат жизнь Счастливую на блюде Но мы откажемся И бьют они жестоко Люди Люди Еще одна хоровая песенка Веселая А нет, еще будет хоровая Еще хоровая Ну у нас вообще Три песенки осталось И все они Две хоровых А вторая такая С легонькой подпевкой Значит вот эта песня Эта песня сделала Пятилетие я считаю Одно Одну пятилетку Это вот Это между 65 и 70 Припев Припев Разошелся широко В народе А ты рот не разевай Газеточки почитывай Ну давай 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 Меня перевоспитывай В каких только вариациях Она потом в народе Не встречалась Я спою в исходном варианте Как она прозвучала Она звучала И в новогоднем огоньке В 67 году И звучала В кинофильме Такой был Ну такой ревю Киноревю Про Тарапунько и Штепселя Были такие два Юмориста Тарапунько и Штепселя Они же Тимошенко и Березин И вот Значит в этом фильме тоже В этом киноревю тоже Этот номер был Значит он выглядел как Стояла ширма За ширмой находился актер Который просунув руки сквозь ширму Удерживал в руках гитару И такое вихляющее чучело С теляги Ну такого пацана Собственно песня от лица Вот этого вот стеляги Такого Переростка двоечника Второгодника А значит я буду петь Соответственно куплеты И мы вместе с вами будем Естественно Подпевать хором Этот самый припев Я подросток нетипичный Я всю жизнь на том стою Дайте мне сто грамм столичной, я вам песенку спою А ты рот не разевай, газеточки подсчитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай Надоело в школьной массе, я в ней по уши увяз Я учусь в девятом классе, а вот уже четвертый раз А ты рот не разевай, газеточки подсчитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай Что мне спорт, что мне труд, с вечную заботою Я бутылки заберу, сдам и заработаю А ты рот не разевай, газеточки подсчитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай А не хочу работать, друг, не в малейшей дозе Я не трактор, я не плуг, я и не бульдозер А ну давай, 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 розеточки почитывай А ты рот не разевай, меня перевоспитывай Ростом папу обошел, даже начал бриться Я теперь уже большой, я хочу жениться А ты рот не разевай, газеточки почитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай А мне по свету пошататься, а мне проверить силу плеч А мне б на пенсию смотаться, мне б здоровья померечь А ты рот не разевай, газеточки почитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай На восток езжай, сынок, предлагает папа Не хочу я на восток, я хочу на запад А ты рот не разевай, газеточки почитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай Я заботу вашу чую, все, что скажете, стерплю Я общественность родную, больше матери люблю А ты рот не разевай, газеточки почитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай А ты рот не разевай, газеточки почитывай А ну давай, 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 меня перевоспитывай Письмо, между прочим, написал Михаил Ножкин А вот песенка с предпевом Он тоже немножко видоизменяется Про очередь там Значит, а очередь, а очередь Знаете такую песню, да, «Вино из-за дуванчиков»? А очередь, а очередь, а очередь растет И она там все время, она в двух куплетах растет И только в последнем куплете она стоит Очень просто, она растет, растет, а потом раз и остановилась Потому что все кончилось Это песня Леонида, мастихи Леонида Филатова Музыка Владимира Качана Качана, Качана, как угодно Семидесятого года Два, можно сказать, юнца Одному 24, другому 23 Они вот только-только, по-моему, выпустились Из театрального училища Щукинского И создали такой вот дуэт Хотя, конечно, они дуэтом не пели Они сочиняли дуэтом А пел всегда Качан в отдельность Отдельно от Филатова Тем не менее, вот эта вот пара замечательная Тандем просуществовал до последних дней Меня сочнут обманщиком Да только я не могу Вино из-за дуванчиков Дорогую дну углу Уж если одурачивать То как-нибудь хитро Вино из-за дуванчиков Ведь это же ситро Нашли же, чем попочевать Доверчивый народ А очередь, а очередь А очередь растет А очередь, а очередь А очередь растет Закройте вашу лавочку Не стоит тратить пыль Вино из-за дуванчика Никто еще не пил Алхимики Не волчат, а тузы и крови Вино из-за дуванчиков Придумать не смогли Напрасно вы хлопочете А вору вас не тот А очередь, а очередь А очередь растет А очередь, а очередь А очередь растет Название заманчиво Однако не секрет Вино из-за дуванчиков На белом свете нет Меня сочтут обманщиком Да только я не могу Вино из-за дуванчиков Торгуют на угу Вино, понятно, кончилось Киоск давно закрыт А очередь, а очередь А очередь стоит А очередь, а очередь А очередь стоит Ну и прежде чем спеть одну Финальную песню Она окончательно финальная Пусть ничего нельзя петь Поэтому я по просьбе Спою сейчас одну песенку Чешскую Пусть это будет А что семену секне Что означает Когда меня выберет Песня Яромира Наговица И Павла Добиша Оба они Родом из Такой области Чехии Впоследствии Чехословакии А до этого Австро-Венгрии Из Силезии Это рабочая область Это сплошные шахты Фабрики Такой пролетарский Рабочий район Шахтеров очень много Поэтому в песне Будут шахтерские реалии И будет упомянут Некий Магдан Это персонаж Силезских песен Написанных Петром Безручем Такой был в Силезии Поэт Написавший Большой цикл стихов Посвященных Тяжелой доле Шахтерской Вот Магдан Один из Персонажей Этих стихов О нем В одном стихотворении Говорится Что Как-то после тяжелого Трудового дня После шахты Зашел он В бартовские кабаты И вылетел из него С разбитым лбом В старых хамрах Заплакало Семь сирот Потом там Вагонетка Перемь Ну не важно В общем Вот так Этот старый Магдан Закончил свой Жизненный путь Он здесь будет упомянут Подстрочник А потом Песня Подстрочник куплет Подстрочник куплет Да еще что нужно сказать На этой земле На этой земле На селестской земле Принято Акомпанировать Себе На То Что у нас Назвали Трехрядкой Такая маленькая гармошка Она музыкально ограничена Только у нее В отличие от обычной Нашей трехрядки У нее Басы Очень Такие Ярко выраженные И поэтому ее зовут Гелегон Гелегонка Гелегонка Как бас-гелегон У нее такие Два больших Басовых отверстия Она звучит Действительно Серьезно Очень основательно И вот Когда Яромир Наговица Эту песню исполняет Он гитару откладывает И берет эту Гелегонку И конечно Песня звучит Совсем по-шахтерски Звучит По-тамшнему По-селестски Как положено И в конце Ну не важно Когда с утра Надену Черные картонные Ботинки И моя старуха Заметит Что я Не отправился Вкалывать И потянется Вереница Печальных гостей Из дома На селесскую Острал Это значит Что меня Окончательно Вырубила Славно Славно И здорово Будет Когда меня Окончательно Вырубит Пусть все Видят Как меня Любили люди Пусть Будет Добрый Гуляш Плачущие Бабы И складная Музыка Потому Как не терпел Халтуры При жизни Так И нового Вороба И так Что он Этого И не Замечает Непонятно Что помогает Одеяло Или Теплая Подруга И я Хотел бы Так же Быстро И сразу Как Старый Магдан Музыка Сникерин То сека Что аж Не видишь Что се Роби Если помохла Бит Ане Оде Бло Младе Роби Кни Бих Симох Вебрит Чтял Бехнете Хоном Аж То Семну Шла Хнете Как Старый Магдонем То Буде Пекне Пекне То Буде Пекне Аж Что Семну Дефинити Вне Секне Вот Не знаю Что с собой Брать Яму Или Приму Не Хотелось Бы Выбиваться Из Компании Но Вот Точно Возьму С собой Бутылочку Рома Ром Не Может Повредить Если Пить Суму Йедине Co Nevím Jestli Start Kод Nebo Spart Bob Ich Там Нахо Не Бер Тргал Парту На Každý Пад Беру Band Ску С Румем Бору Nemоже Ушкодить Клиж Пить С С Розумем То Буде Пекне Пекне To Буде Пекне Аж То Семну Definitивне Секне Я Знаю Господи Что Тебя Нет Но Если Ты Все Так Есть Положи Меня В Номер Где Лежит Старый Лой Слой Зай Мы Ходили В Средню Школу Спускались В Забор Так Уж Натянем В Месте Я В В Же Божий Ней С А Где Наст Тебя Был Так Хоть Мне На С Рок Дел Лежит Старый Лой Забил Так Слой Заходили С Дор Новый На Зак Лежит Школу Фар Лиз С Долу Так Уж Что Лет То С Полу А Что С 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 Когда С Утро Надену Черные Картонные Ботинки И Моя Старуха Заметит Что Я Не Отправился В Галл Чтобы Не Делал Все Бесполезно Могло Быть И Хуже А Было Неплохо Когда Меня Аж Обою С Рано Черны Папировые Боты Аж Моя Стара Похопи Женей До роботы Клиби Что Хотел Делал В Все Мало Платно Могло To Быть Хор Ши Не Было Шпатно Аж To Se Мно Секне Пекне To Буде Пекне Аж To Se Мно Definитив Неплохо peaceful Финал Лка jw Э Would've Se Растягивающий гилигонку. Ну что, пришло время нам с вами прощаться. И споем потихонечку одну песенку, которую наверняка все знают. Песенку Геннадия Гладкова на стихе Юлия Кима из кинофильма «Обыкновенные чуды» 1978 года. Давайте, не громко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Ах, как бы начало вернуть? Начало вернуть невозможно, немыслимо, и даже не думаем за ногу. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами пыль. Не будем хитрить, и судьба заговаривать, ей больно не стоит труда. Да-да, господа, не овозь никогда-нибудь, а больше уже никогда. Ах, как это мило, очень хорошо. Было и уплыло, было и прошло. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за живое участие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За ваше здоровье!